Пресс-секретарь российского МИД выступила с заявлением, в котором прозвучало В России и Советском Союзе название «Новичок» не использовалось ни прямо, ни косвенно, ни в качестве какого-либо кода В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок» Об этом заявила в субботу, 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-24». По ее глубокому убеждению, виноват коварный Запад. Захарова комментирует, «Это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на Западе». Похоже, теперь эта версия станет официальной позицией РФ в международном скандале, вызванном отравлением экс-полковника Гру и его дочери в Салсбери. Первым кремлевскую версию озвучил постпред РФ Александр Шульгин. В комментариях российским СМИ, он сказал, существует большая вероятность того, что примененное против бывшего офицера Гру Сергея Скрипаля в Салсбери вещество проистекает из лабораторий США или Великобритании. Продолжение следует...